В Чувашии продолжают расширять меры поддержки пожилых людей. Назначать положенные льготы ветеранам труда будут уже до наступления пенсионных лет. Такое решение сегодня принял кабинет министров. Учитывая, что ветеранам труда в настоящее время меры социальной поддержки представляются после установления им страховой пенсии, проектам предлагается право на получение льгот ветеранам труда сохранить за гражданами до достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Хорошая новость и для многодетных семей. Со следующего года им планируют предоставлять газифицированные участки. Цена вопроса 47 миллионов. Подключиться к газовым сетям в ближайшее время станет проще и дешевле. В госслужбе по тарифам намерены пересчитать расценки. Что будет сделано по итогам 2018 года будет проанализировано и порядка 10 тысяч будет стоить, предварительно называют цифру, за одно технологическое присоединение. На повестке дня и кадровые вопросы. В республике станет больше организаций, руководители которых назначаются решением правительства. Это должно минимизировать коррупционные риски. 18 руководителей на сегодняшний день назначаются решением Кабинета Министерства Чувашской Республики. В целях сохранения стабильности профессионального состава, руководящих кадров, формирования у руководителей государственных организаций высокой ответственности за порученную работу, а также с учетом высокой значимости отдельных организаций в социально-экономическом развитии Чувашской Республики, проектам предлагается расширить этот перечень. Данные изменения увеличат количество организаций, руководителей которых назначаются Кабинетом Министерства Чувашской Республики с 18 до 29. Еще одна тема инвестиции. Республика может получить многомиллионную сумму на развитие проектов в сфере культуры. На реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования столетия образования Чувашской автономной области, 143 миллиона 300 тысяч рублей. Все мероприятия, которые мы представляли, они тоже учтены, поэтому здесь надо четко отрабатывать уже с федеральным министерством. В федеральном агентстве по туризму рассмотрят и вопрос о поддержке кластера «Чуваше сердце Волги». Размер субсидий 500 миллионов рублей. Глава региона отметил, что ведомство необходимо предоставить качественную документацию. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.